доброе утро мои дорогие ну что сегодня утро дождя нету но погода ветер ужасный планы у меня какие сегодня готовим блины на кипятке то есть такие дырчатые и работы конечно короче говоря очень много смотрите я уже полностью чао какао вот сейчас буду бросать в стирку свою рыбацкую одежду видите куртка моя штаны ватные сейчас постирается белье и брошу это все стирать потому что все не получилось у меня никак сходить на финальную рыбалку лед слабый а сегодня думала пойду саша выходной но ветер ужасно посмотрите как эту сосну гоняет он полотенце висит телепается туда-сюда так ну что рассада моя такая себе как сказать редис стоит перец еще ничего эти поднялся осенненький начинают чего-то выдергиваться помидоры его я вам покажу позже так сейчас я найду машинку подстригательную этот шкафчики сейчас я возьму так будет мой казак он видите сейчас пойду вот машинка моя мы давно купили такую машинку этой машинкой я подстригаю своих хлопцев для того чтобы не тратить деньги парикмахерской мы подстригаемся и все у нас хорошо получается здравствуйте потому что мой саша уже зарос сейчас будем подстригаться парикмахерская открывается вот смотрите сейчас вот сейчас по полотенцу вы видите какой ветер очень большой ветер и представьте себе на такой ветер пойти на воду то рыба не будет его стоить так что сегодня посмотрим что у нас там на чердаке саня да уже почти неделя прошла вот смотрите клубника уже вылазит оооо дуя як все просится к теплу все тянется к теплу смотрите мои нарциссики начали уже вылазить видите вот они вот они красавцы но тут саша немножко наступил клубничка вылазит сливку эту вот а когда будем пилять деревья саш грязи грязи не было видите прямо моментально помните какие сугробы были что невозможно было пройти все малинка роги он висят место свои нашли дальневосточные что там написано 73 год не почитаю что то камчатка о камчатка так все все уже хочет оживать вот бедная эта груша о смотрите тюльпанчики вылазят смотрите видите вот они с под снега прямо вылазить тюльпанчик но и быстрее боже какая-то чтобы работа была так санечек пойдем за эти и пусть что сделаешь а забирай посуду и пойдем подстригаться у тебя парикмахерская твое место садись обклину сейчас не кололась все как настоящих парикмахерских знаете что я под а я сейчас пойду возьму насадку потому что я под насадку подстригаю я вам скажу одно что раз сделал такой вот медвежью услугу начал подстригать и все и теперь никто парикмахерскую ходить не хочет клиент посидите секундочку отдохните я пойду возьму насадочку насадка когда жарко его подстригаю прямо там ну одинаково везде а сейчас я сзади чуть покороче а там чуть подлиннее все волосы конечно хорошие у саши машинка бедная все это мусорный мешок сбрасываю летом хорошо конечно на улице ничего сложного если братья не знаю сколько стоит стрижка эта машинка уже но дима он подстригается на нулю куда так она отлично подстригает а насадку чуть хуже уже наверно года два до саш машинки это у нас 3 уже и так вот подстригаю самое главное что мой клиент он долго сидеть не может он начинает ну скоро ну скоро скоро сейчас я его сделаю будет как как новенькая копеечка так ну и поняли сам 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 процесс я думаю что многие женщин подстригают своих мужей все вы его увидите уже красивым и постриженным так ну что все какая новая красивая копеечка так сейчас волосы сполоснешь так синий сейчас я отрушу парикмахерская свое дело сделала видите какой красавчик парикмахерская по моему тут полы наведем порядок так саша сейчас потруси ряднушки наведем порядок дмитро пришел что ты принес а это и она что ты куплял она же не дуже любит так короче сейчас я иду вынимаю ту стирку что у меня там есть козаки ты блины дома готовил дим когда о масля а то пишут а чё дима не приготовит блины я говорю ну не знаю он дома наготавливает он сам поэтому холостяку ему надо все делать вот принес маме торгу сейчас буду бросать стирать так но это все таки бутейские быть житейские бытовые вопросы шумя на этой клумбе творится господи боже мой солнышко встает ветер немножко утихает после обеда можно ехать на днепр на рыбалку шутка шутка то я то саша говорю ветер утихает увидите так все пошли вы уже блины надо еще живу жаривать порядок водички свеженькой принесла одна женщина написала алла а у вас нету воды на кухне я говорю нет у меня в доме вода и все мы приносим оттуда смотрите какой у меня хозяин вот это приходит но я просто стираю он хочет он хочет он хочет стирку забрать и вот приходит давай подмету ну давай смотри как подметал если вся димка он умеет делать так как нужно знаешь ну что-то в жизни не везет нету невехи хорошей дадим ну где ж не девочки за какой красивый парень хозяйственный смотри как делает делает как мама уже 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 не от него это не отнимешь вредноватый но если делает что-то так аккуратно что вообще ну конечно он у меня лысенький но ничего зато он такой хороший да дима когда спит когда спит да девочки ну что вы шутка 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 ну холосяк у меня но ничего пусть лучше он говорит что заядлый да так мы воскресенье будем полить сосну будем масленицу провожать не ну пиде то не став поставь туда в уголок потому что хату он там уже есть какой порядок занялся и эти веточки сынок пособравить вот если завтра мусорка будет вот тише вот видите вот это вот у нас актинидия это вот это вот она такая вот это коты видите едят прямо кору смотрите что делает видите ой извините кору да да ну и в манесуржик манедима более грамотная кору кору звонит звонят звонят не звонит и вот господи хорошо вот видите сколько палочек вам вам видно эти палочки смотрите здесь это вот эта актинидия висела и коты ее просто обожают всю зиму я уже не знаю звонит звонит сейчас мы ее обрежем потому что она очень густая они туда до кухни там еще влезет и вот это вот такое творят коты едят объедают все уже нету уже нету совсем снега деревья будем скоро вот обрезать только грязь немножко уйдет так сразу пойдем деревья обрезать хочется уже тепла хочется тепла уже я вам показывала как вылазить тюльпанчики вот же и риска увидите это мне суди прямо уже укоренилась эта сосна это на новый год покупали мои киевские друзья такую елочку и руська ты ее узнаешь видишь она уже какая какой столб уровне и вот она здесь у нас растет уже такая вырастет что мама не горюй клематис вот не клематис это как же называется этот порядок привести ее подвязать сюда деревья все позарастали нужно обрезать смородинка видите какие кусты хорошие это все сами мы посадили с палочек черенки так розы уже нужно открывать красиво так ходи не ходи нужно идти на кухню так сейчас мой помощник поэтому один там купит чтобы иконки подремонтировать потому что и как же не повесим эти иконки то и пойду на кухню делать блины а ну расскажи какие ты блины делал шоколадные с яблоками с корицей но это же само тесто конечно мы поняли что шоколадное тесто я сейчас вынесу не ходи обутый сейчас я вынесу так еду бы уже поперся обутый то везде навели порядки смотрите 15 минут двенадцатого спасибо женщине которая сказала что почистите контакты и часы пойдут а вот уже они три дня идут и все не отстают ничего все нормально чего я показываю часы 15 минут двенадцатого смотрите постирали убрали на кухне я сейчас вот нарезаю оливье потому что сережа вчера саша не тут немножко праздновали 23 февраля и принес огурцы соленые так я думаю порежу и сделаю сварила вот морковку сварила эту картошку сделаю так оливье шку что было саша сейчас нам заканчивает уже слава богу поремонтирует иконы мы повесим их на стенку и сделаем сегодня вкуснейшие буквально через минут 10 вкуснейшие блины со шпинатом дырчатые на кипятке заварные так что осталось вам ждать недолго вот видите я даже уже молоко приготовила и димка принес говорю что у лисы сдохнет как обычно знаешь все он приходит домой дай консервации дай варенье а это принес саше гранату я говорю это взял ну где купил точно в лисе что сдохнет она не очень любит то есть мама поблагодарила ребенок принес а мама поблагодарила нельзя такой быть я вот замечаю себе это такое качество плохое что везде надо свой нос всунуть надо надо меняться ну как говорится горбатого исправит могила так все дорезаю оливье и мы будем с вами готовить блины со шпинатом ну что приготовили ингредиенты я опять сажусь на свое место сегодня я опять гуляю саша будет готовить понравилось сашуне ну и потом такие хорошие отзывы теплые сашуне ты прямо любимчик публики стал просто-напросто так ну что сегодня мы приготовим так сашуне поставь пожалуйста пусть закипает вода и туда я налила чай не один стакан воды пусть она закипит прямо ставим на огонь там налито до стакан воды мы сегодня сделаем с вами зеленые заварные блины со шпинатом вот мы купили саша магазина получилось а 4 до 4 таких тюбички 120 граммов было шпинат замороженная его разморозила сейчас саша его погруженным блендером перебьет машинка давай при приступай хватит уже ты у меня такой честно говоря прямо жарко уже сам на улице такое солнце наверно градусов 6 было тепла но ветер утихает уже как-то свитера эти не хочется одевать уже все мы уже таких футболочка ты ищешь и самим же мой такой футболочки уже более по летнему одеты так что включай гружной и сейчас ты не заступаешь можешь сидеть а делать это не тяжело перебиваем сейчас шпинат а теперь чтобы лучше взбивалась мы добавим где-то пол стакана молока в общем сложности у нас будет идти два стакана жидкости на стакан муки мы будем делать на пол литра это так стопочка такая блинчиков будет потому что делать много блинов во первых что это очень долго а во вторых мы скоро уже не влезли в эти двери приехали говорит ой ты так хорошо похудала анатолий она это племянница моя я говорю ага скоро в двери не влезу так что давай перебивай шпинатик все достаточно в этих блинах если будут такие маленькие кусочки это не страшно шпинат очень полезен поэтому такие блины можно приготовить для детей шпинат можно сделать начинку я сегодня думаю что просто будем подавать со сметанкой пока ногу это не быть вот сюда вот давай выливаем сюда выливаешь шпинат а потом молочком это смоем давай ты заступаешь а тебе ложку на ложечку так уже там ничего нету все же даже не надо пачкать и смой ногу там слой спината еще теперь отсоединить главное электричество выключать потому что может током ударить это к своим подписчикам сначала ток отключить потом так теперь ну в сторону пока не надо ходить долго с этим выбивай сюда два яйца у нас начинки не будет поэтому 2 яиц будет достаточно теперь соли где-то чайную пол чайной ложки на насыплю на глаз я говорю пол чайной ложки но опять-таки по своему вкусу лучше не досолить так и у нас считаются соленые блины поэтому где-то полторы столовой ложки сахарка здесь не сильно будет видно то что они поджарены и не поджарены они нас будут зеленые расколотилось яйцо так давай потому что у нас вода уже закипит уже кипит а так теперь бери сито высыпай туда муку высыпай муку видно шо не хозяин нахуй вот так уже давно кипит вода все можешь все высыпать всю муку высыпай надо вот так за ручку держишь и бьешь раздавить и шарики то хорошему как рукой не нет поставь сюда себя не накрывать она чтобы было аккуратно самое главное чтобы на столе был порядок мужчин это не всегда получается но ничего так теперь взбиваю это все сейчас соединяем жидкость с мукой разрыхлитель никакого не даем сюда так сейчас я налью хватит ляляк это напомогать тоже где-то 2-3 столовые ложки растительного масла как тебе тесто густоватое да саша густоватое правильно тесто получается немножко густоватым но у нас сегодня заварные блинчики поэтому мы сюда сейчас слушайте же печальник сейчас прямо закипит кипяток один стакан и мы зальем кипятком все это саша перемешает и тесто будет готово как на соль попробуй нормально она подыменечка попробую чтобы салфу добавить чуть-чуть чуть-чуть надо сюда еще добавить все так вода уже все так нет 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 сейчас хорошо хорошо так перемешивая сейчас посмотрю что у нас тут с водой она должна крутой крутой кипяток должен быть я просто чуточку долина потому что и теперь вот смотри часа сам на эту сторону и вот я наливаю стакан а ты перемешивай крутой кипяток все стакан кипятка перемешивай что у нас по структуре редковатая нормально но ты же у нас мастер по длинам поэтому ты должен сориентироваться нормально или ненормально сейчас мы сориентируемся по пустоте а ну стой а ну секундочку зайти нормально сейчас еще клетка на немножечко у нас муки откроется и будет нормально так все ни одного комочка ни одного камушечка ты знаешь чтоб постояло да теперь нужно чтоб постояло хотя бы минут 15-20 я сейчас вот покажу как Саша хорошо это все мы сейчас уберем смотрите какая консистенция вам видно ни одного ни одного нету нигде комочка муки вот сейчас постоит и потом посмотрим может надо будет чуть-чуть добавить муки потому что шпинат он тоже влажный замороженный была влага где-то 50 миллилитров там получается если шпинат перебитый так и было поэтому может чуть-чуть добавим муки все пусть тесто стоит и потом будем жарить ну что сковородку поставили посуду помыли это называется мы пихали паровоз так Саша ну что там у нас нормально все с тестом да все значит значит пока венчик положи на на салфеточку на туда вот вложи его потому что вдруг придется попробуем по первому сковородка накрывается следи там за сковородкой а я хочу вам вот смотрите специально на буматочке выписала у меня и в фейсбуке но и среди зрителей это самый мой такой рьяный молодой парень бешек александр но вы понимаете он он вот в январе такое случилось вся эта ерунда он мне так поддерживал он так писал что это за человек кто это за мужчина пишет а потом посмотрел это такой ну по крайней мере фотографии молодого парня так вот вот именно он мне дал рецепт чапчака который мы приготовим и сегодня утром смотрю он прислал уже рецепт значит пончики баорские тюрское какое-то печенье или что но оно как как пончики по моему сильно горит Саша немножко прикрути если сковородка разогрелась ты можешь выливать то же самое тонко пол половника выливай пожалуйста пробуй там пока я поговорю а потом я вам покажу да ничего страшного даже если значит и вот он мне прислал рецепт по типу ну такой как пончики наши но только там они раскатывают нарезают ромбами то есть мы с вами приготовим Сашенька не переживай спасибо за рецепт чак-чак и эти баорские пончики мы обязательно приготовим смотрите Саша вчера переворачивал этой вот лопаточкой людиной но некоторые пишут нет-нет надо вот такой тоненькой нет я вам скажу я давала ему эту лопатку и вот эту лопатку он пробовал то ему зеленая саму больше понравилась потому что это очень такая тоненькая видите поэтому хай повара любите что считаю нужен ну что там сашу не переворачивайся прикрути немножко огонь все не спеши его дело в том что может такое быть что стакана муки будет мало потому что я уже сказала шпинат замороженный это влага ничего страшного сейчас мы полностью вымерим сколько нужно муки и потом не переживай если не переворачивается все нормально будет ничего страшного нету переворачивай переворачивай бачу что переворачивай что там у нас так он же не порвался что ж ты тринкаешь а сашу я вам покажи по-русски красота неровный покажи пожалуйста очень красиво давай выпекай неровный то есть мы муки не будем добавлять правильно саш не надо потому что если много муки они будут забитыми куда бы выкладывать блюдо бери пожалуйста белое бери на белое будет хорошо зеленое смотреться давай пока салфеточку туда положим потом вытащим я сейчас значит ты обжаривай эти блины складывай сюда а я сейчас возьму сметанку немножко туда добавлю чесночка посолю ее и мы эти блинчики просто перемажем вот никакой начинки не будет просто перемажем сделаем такой сметано-чесночный крем и потом у нас получится такой маленький мини шпинатно-блинный тортик да классно звучит а это обыкновенные блины 120 граммов шпината заморожено обошлось по-моему что-то где-то 7 гривен это же недорого правда вы можете даже еще взять шпинатный блин сделать купить горошек зеленый купить есть суммишь там мексиканская или какая-то там есть и морковка и перец и горошек и кукурузка на скорочке приготовили потом этот блин завернули пожалуйста вот такой вот прекрасный блинчик получается ну знаете как говорится язык без костей можно разговаривать 300 часов потому что кухар там все готовы ты еще первый не снимал мне кажется что можно снимать сашин давай попа ой красавица какой он зелененький ай какой красота вам видно какая красота поюхаем ой так пахнет хорошо и смотрите вам видно какие дырки вот ну я вам покажу ой горячо дырок целая куча то есть блин на заварном тесте получается действительно дырчики знаете вот когда у меня дети были маленькие ну и мы такими были и вы наверное такими были вот мама ой сделай сделай блинчики вот мама начинает жарить блинчики а мы вот знаешь как с нас магнитом все на кухню с братом с братом у меня брат еще есть и она бедная стоит уже вся употевшая а ступочка не растет не растет да перестань ты дай ты мне хоть их напыкты дай ты мне зарубить кто там куда мама только раз там на секунду вышла мы забегаем забрали не не мы не брали а где же они делись да вот такое это знаешь воспоминание детства наверное в каждого такое было потому что дети почему-то очень любят блинчики но дети не любят шпината просто ненавидят его а шпинат особенно сейчас вот весна витаминов очень мало поверьте что лучше взять шпинат такой вот замороженный в нем больше витаминов чем покупать вот эти вот апельсины мандарины яблоки они ну нету так витаминов нету а вот так вот сделать еще сметанный соус и будет просто просто прелесть можно делать соус прослоечку на йогурте можете делать на ряженки на такой хороший но ни в коем случае не на майонезе потому что я сейчас говорю за детей но если вы любите майонез пожалуйста сделайте с майонезом потому что вон оливье буду делать вот Саша принес горох в стеклянной банке видите смотрите какой хороший посмотрим а то так бывает красивый вот здесь открываешь банку я просто мы любим покупать в стекле ты покупаешь и видишь что ты покупаешь ну сделаем оливье вы видели что я нарезала майонез сейчас на колопутской и будет на ужин хорош салат еще и на завтра на утро будет поэтому так горох у нас есть так на чем я остановилась а мне же надо делать сметанный сут зачем ля 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 так ну что сейчас я наверное вот в эту мисочку возьму сметанку на том что блины ела в детстве а в детстве да ела блины еще как ела я же не отличаюсь ни от кого ничем так чесночок а дай-ка пожалуйста мне ножики ножницы вот сметана я люблю 15-процентную чтобы она была гуще мы можем загущивать добавить но если вы думаете делать соус то возьмите сметану 20-процентную или же так у нас будет немного вот это хватит или же возьмите сметанку вы ничего не видели возьмите сметанку и через марлю на сито марлю и на ночь в холодильник она отсыдится и будет хорошая красота ай красота какая зеленая я хотела показать зрителям какие что шутишь я хочу вам показать что вы увидели какие здесь дырки видите какой он дырчатый вот смотрите отлично вот так вот видно дырка 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 то есть видите дырки ничем вас не обманули блинчики дырчатые хорошие так где наша чесночница сейчас я почищу чеснок и а еще помнишь такие блинчики были выкусывали глаза рот и одевали это как маску и так вот такая потеха была так раньше я уже рассказывала что работу обязательно делали у нас в вишне дома были это нужно два ведра вишен нарвать и пока родители придли школы выковырить косточки а приятели ж приходят home юра гулять а мы не пойдем потому что нас не били меня не били его пили чуть-чуть но надо было дело сделать а приятели все помогали быстренько нарували вишн поковыряли и гулять бежи а кушать тут хочется куда садиться кушать если приятели дуют уже кричать на велосипедах с мячом вот кусок либо на машине и бежишь так ажу рука отваливаются А Саша мой по секрету, он еще на лошадях очень любил кататься, да? На колхозных, да? Да, он любил, любил. Ну, Сане моему повезло в чем? Он в детстве постоянно был у бабушки. Черкасская область, Чигары, да? Правильно я сказала? Да. И он там постоянно. И мы пару раз были у бабушки. Саня Бесная, ее уже нету, она потом жила здесь. Там вот выходит со двора, там нету никаких заборов. Со двора выходишь, и уже лес сразу, сразу лес. В балке там качки, потому что там такая стрелка, как болото, или что она называется, Саша? Как она называлась? Ну, короче, вода была. Красота, просто красота. Ну, знаете, пока была более молодая, то и родители же ездили туда. А потом забрали сюда, но уже нету. Уже два года, наверное, нету бабушки, да, Саня? Я сейчас делаю сметанно-чесночный, потому что у нас нету таких маленьких детей, которые не едят чеснока. Вы можете чеснок не добавлять. Это все, опять-таки, по вкусу, я говорю. Ну, я такой сделаю остренький. Если не добавляете шпината, делайте обычные блины, пожалуйста. Вы можете добавлять вместо шпината, что хотите туда. Я уже говорила, главное, что... А что такой маленький? Вот такой вышел. Ух, и маленький. Вы видите, что ни одного блина мой Саша не порвал. Так. Отлично. Саша, а что бы ты хотел еще научиться готовить? Мясо ты хорошо жаришь. Вареники ты уже умеешь делать. Борщ ты еще сам не варил, да? Да. А, уху. Уху давай ты сваришь, да? Давай. Вот уху, ты рыбак, уха. Я, честно говоря, не очень люблю уху, не люблю... На, Сашу, пожалуйста, повесь. Ну, что-то у меня не прельщает уха, а Саша мой любит страшенно. Так, ну, на 8 марта у нас есть кусочки щучки. Мы сделаем щуку фаршированную, только не чулком, а вот этими кольцами, которые у нас в морозилке. Вы помните, да? Вы знаете, что у меня в морозилке лежит? Потому что все, что мы делаем, все делаем вместе. Постирала я свою рыбацкую одежду. Боже, машинка бедная, ели. А я машинку не запустила, да, Саша? У меня сегодня день стирки, просто день стирки. Так я уже там еле-еле она мне отжала. Я, дура, всунула теплую куртку, ватные штаны. Вот такой кусок у меня там скатерочка была. И что еще? И что-то еще. У меня 7 килограмм машина стирает. Но я туда заснула, наверное, 27. Так, сольки. Сольки, сольки, сольки. И перемешиваем. Сметанка густенькая, хорошая. Я просто взяла большой этот венчик, чтобы протерла его, чтобы не мыть. Так, надо сделать маникюр, потому что лак слез. Саша, ну не расскажи что-нибудь, ну ты молчишь и молчишь. Я же занят. Это понятно. Ты пробовала, они тут не срыли. Блины? Да. Я поняла твой на ногу, Саша. Ты хочешь просто попробовать бриджи. Ну давай попробуй вот этот маленький. Ай, как вы краснечка. А видишь, смотри, смотри, видно даже, да, по цвету, Саша, посмотри. А шоу, ты смотрел. Вот смотри, здесь, а здесь ты двойное налил. Сейчас попробуем. Ну да. Ай, какие классные. Вот, какие классные. Не сырое. Нет, Саша, давай я как Эктор. Блинчик. Самое главное, чтобы не был сырым. Саша, а как ты думаешь, не сырой? Ай, должна тебя расстроить, Саша. Сырой? Блинчик твой. Не сырой! Похоже на... Нет. Нет? На, пробуй, ты ж помнишь, очень вкусно. Давай. И на соль, и на все, и дырочки, и дырочки, и пырочки. Ну так ничего. У меня ничего вкусно. Что это с нами? Вкусно. Шпинат не очень чувствуется. Шпинат, он безвкусный. Вообще ничего. Он дает только цвет, ну и там какие-то витамины. А так вкусно, не переживайте, он нам ничего не испортит. Так, ладно. Сейчас немножко приперчу. Немножко. Так. И теперь, 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 и теперь. И теперь буду складывать. Ничего лишнего не буду. Чуть-чуть чесночка, чуть-чуть перчика, сольки и достаточно. Боже, ну такое все простое, простое, а такое вкусное. Так. Не будем долго ждать, сильно остужать их не нужно. Вы вчера мне написали, ну почему вы на лысники не показали в разрезе? Дело в том, что они еще были горячие. Но когда пришла Саша в школу, она не стала разрезать. Она начала выматывать эту улитку. И сегодня утром лежал одинокий такой печальный блинчик. Один несчастный. Так. Ну и смазываем сметанкой этой. Вы можете навернуть, просто сделать кругленький. Но я хочу сегодня сделать такой по типу... Эк, ну его немножко подождать, ладно? Саша высыпал горячее, я сейчас переверну. Опа. Вот так. Так. Накрываем. Так. Прижимаем. И сметанка. Не надо сильно много, чтобы оно не сильно было такое... Знаете, чтобы текло. Если кому-то мало, подайте сметану отдельно. И вот у вас получается уже такой тортик. Еще раз повторю, что можете вместе со сметаной перекладывать тушеными овощами. У меня там есть перец. Ну просто... Смотри какие дырки. Ох и дырки, Санька. У меня единственное то, что я вот попробовала чуть-чуть сметанки с чесночком. У меня от чеснока очень изжога печет. Эти блины очень красиво смотрятся, когда... Ну без шпината, просто. Просто такие вот дырчатые, красивые, зажаристые. Ну я сегодня утром в холодильнике нашла этот шпинат, думаю, что бы нам не сделать со шпинатом. Вот мы его и сделали со шпинатом. Видите, я быстрее справляюсь, чем Саша, потому что намазывать... Да, я медленно жарю. Нет, ты не медленно просто... Саш, ну ты даешь. Что ж ты обжариваешь блин с двух сторон, а я просто-напросто готовой сметанкой помазала. Не надо. Просто ты еще сушев, тебе нужно делать такую грязную работу. А я уже шеф, я уже сижу просто, знаешь, смазать, перемазать, подать, рассказать. Ты же не хочешь много разговаривать, а я... Я и за тебя, и за себя тарахтую. Так. Вот таким макаром мы это все перемазываем и делаем. Саш, ты обжаривай блины, а я же побегу все-таки... Куда? Ну машинку в куличу. Пять минут подождите меня. Так, у вас тут ничего не спал. Молодец. Ай, какие тоненькие, ай, какие тоненькие. Сашу у меня уже пришла с школы. Сейчас прибежите. Что у вас тут? Она же скажет, ой, еще с ночком не хочу. Саша говорит, что ты переживаешь, Алла, нам больше будет. Я говорю, ну хорошо. Так. Знаете, наверное, в каждой семье очень часто заказывают блинчики. Ну, мам, сделай блинчики. Каждая мама как подумает, думаю, господи, ну на колотык-то еще, ладно, пока их выжаришь. Ой, намасыл туда. А сейчас так. Ваш муж умеет готовить блинчики. Направляйте детей, детки, идите к папе. Пусть папа готовит. Да, Саша у нас сама умеет. Да, Саша у нас сама умеет. И говорю, Сашуня, так ругают, то волосы на ряднушке, то еще что-то. А вот как уедет, и будем мы печально сидеть. Чем мы будем заниматься, не знаю. Найдем, да, Саш? Нам лежит в печали. Так, видите, у меня сметанки маловато. Сейчас я добавлю еще сметанки. Сашуня, ты добавишь, где я сметану по столу? Да, жладим. Ага. Я сейчас добавлю, тут чесночка хватит, немножко добавлю и посолю. Видите, я не сильно много. Если бы я в сметану добавила загущую, а сейчас, или ее процедила через сито ночь, то тогда толстый слой, может, прям будет как крем, как будто бы там. А так перемешаю. Нижний будет очень чесночный, а верхний чуть-чуть поменьше. Шпинат, видите, какой цвет? Ярче никак нельзя достичь. И тут нам нужно перерабатывать. Заходи, Сашу. Здрасте. Здрасте, Сашу. Перерабатывать, как уже называется, хлорофор. Или как называется? Нет. Саша, ну-ка тебе блинчики же. Саша, как называется в листьях эта зеленая ботаника? Хлорофилл или как? Нет. А как? Хлоропласт-то, нет? Может, и пласт-то не знаю. Это у нас хлорофилл. Хлоропласт-то вообще что? Ну, так вот я вам скажу, что вот когда вы покупаете, я вам говорю, ярко-ярко-зеленый, не верьте, это все краситель. Ярко-яркий цвет достичь без красителя невозможно. А ты сладко как-то деленая? Это соленая, это со сметаной, это блины со шпинатом, заварные, тонкие. А сметана с чесночком. Маша, я сегодня не буду его есть. Чего? Потому что он юнандеский. А ты что, с учителем будешь там целоваться? И что, господи? Жвачку поживешь. Жвачку поживешь. Ты можешь попробовать, сейчас папа он один сжарит, попробуешь без этого. А не будет мало? Да, нормально все, это я просто наколотила. Выключи боками, садись покушай. Ребенок пришел в школу, это можно не видеть. Так, продолжим, потому что... Алла, елки-палки, блин. Что такое? Да что, блин порвался, накаркала. Начинай. Ничего, все правдоподобно, порвался. Туда его? Туда съедим. Бракованный. Туда бросай на даревку. Три, наверное, вот на реку. Ха-ха-ха. Ой-ой-ой-ой. Это ты просто отвлекся на Сашу, она тебя отвлекла. Ничего страшного. Зато это все правдоподобно, что хотя бы один блин за три дня у тебя порвался. Потому что это, знаешь, как-то уже в сомнениях. И мне вызов, что Алла, вали на пенсию, коровам хвосты крутить. А то Юра меня приглашал купивать, и я обязательно поеду. В село, это там мой брат. У него корова есть, я вам покажу. Он такой мини-мини фермер. А, ничего. Я ею вареную колбасу. Боже, как я обожаю вареную колбасу. Вы не представляете. Знаю. Сколько там еще? Два? Да, сейчас один и еще, один и еще. А, ну, бачу, ну, главное, кажется, на спадах. Неверно накроем. Такой блинчик испортит. Пробуй. Как обычно, бывает даже специально портить, чтобы можно было, но уже жалко брать целый. А, понехай, понехай потом. Как хорошо, когда на улице уже тепленько. Что же ты сразу сказала, а я бы их половым уже спортировал. Нет, так нельзя. Это я пошутила, Паша. Я просто пошутила. Вот так вот готовишь, уже и наешься. Почему говорят, что горячего же нельзя. А потом говорю, ой, езжуга печет. Вот от чего. А если эти блинчики не со шпинатом, а просто, просто сливочным маслечком и сахарком сверху присыпать. Знакомо вам такое блюдо? Немножко пусаска, нет? Жалко, мало ты испортил блинчик, Асаша. Уже нет. Боже, не спасибо, что ты блинчик хоть один испортила. А то жаришь у меня просто. Все? Да, да. Молодец. Сейчас последний. Вот видите, почему мы готовили блины на пол-литра жидкости. Если вы возьмете на литр, естественно, у нас будет выше стопочка, но это занимает много времени. А времени, как всегда, не хватает. Да не, мало, а на литр. На литр? Конечно. Слушайте, посмотрите на монашу. Ничего, пол-литра. Значит, у меня, я подписалась на канал, не буду говорить, как эту девушку зовут, она мне все равно пишет. Извините, пожалуйста. И вот она делала, в ютубе выскакивает окошечко, она делала пельмени по рецепту теста Аллы Ковальчук. Это она смотрела, видно, на СТБ программу эту. Значит, смотрите, она делала, мы с мамой делаем блины на ярмарку куда-то. И вот я смотрю, она, слышу, она говорит, берем 2 литра молока, и там еще дальше, дальше. Думаю, 2 литра молока, да это же можно опупеть, пока их выжечь. Она мне отвечает, нет, ничего страшного, мы привыкли делать по многу блинов. 2 литра, это очень тяжело, это очень много блинов, действительно. Видите, я последнюю сметану всю же вымазала, потому что верхний блинчик у нас будет зеленый. Я не буду его покрывать ничем, поэтому... Ох, капелька упала. И вот сметана с чесночком и солькой, очень вкусно получается, знаете, вот как, не знаю, вы делаете или нет, творог, творог перетертый с укропчиком зеленым, начинка вот такая. Можно блинчики начинять. Дело в том, что, видите, на все будет добре, на все будет смачно, сколько мы готовили блинов разновидностей. Ну, море просто. Сядь, отдохни. Все, можно ложить последний, да? Ну, пусть немножко остынет. Да, ну, просто. Присядь, отдохни чуть-чуть. Ты выключил там уже? Да. А, ты пойдешь перекуришь. Ну, перекури. Так вот, я остановилась на том, что сколько мы готовили блинов. И каждый раз находится новый рецепт, не похож на те, которые мы готовили. Казалось бы, уже все, все, уже, ну, уже нечего придумать. А все равно придумываешь. Очень благодарных много зрителей, которые, я сегодня выставляла видео, гороховые блины с припеком. Их уже нету давно. Говорят, это как-то оригинально, необычно. Да, получился, вот этот рецепт получился действительно необычным. Я его придумала на ходу, потому что готовила суп гороховый. И получилось действительно вкусно. Поэтому спасибо вам за отзывы. Пробуйте, чтобы у вас все получилось. Я думаю, что я ничего не скрываю. Вы видите, Саша расстроился, что порвался у него блин. Но вы видите, что я ничего не скрываю. То есть все правдоподобно. Может, этот блин было спрятать, чтобы вы не видели. Но так не бывает. Все красиво. Нет, ну вот так жарить блины, там, мне кажется, бывает, может получиться только у моего мужа. Вот честно я вам скажу. Не то, что я его расхваливаю или что. Ну, жарить блины. И особенно вот эти вот блины, они очень такие, знаете, негустые. Муки мало. И даже первый блин он не порвал. Респект его жуха моему мужу, честно. Его сейчас нет, он курит. Поэтому можно хвалить. Он все равно видео смотреть не будет. Поэтому вообще старайтесь не обижаться. Они любят, когда я их хваля. Так, ну что, все. Блины мы сделали. Сейчас я убираю. Ну, и Саша уже выслышал. А, не слышали. Ты будешь в город ехать? Ты будешь? Чего? Мне нужны колготы черные. Боже. Меня поймут родители, у которых девочки такие подростки. Колготы и шампунь, и маска для волос горит. Просто все горит. Я же, у детей две пары купила. А их уже нет. Надо ехать, потому что завтра у девочки день рождения. Они идут куда-то гулять. Нужно обязательно новые колготы. Вы же понимаете? Даже если там где-то в сапогах идет, и на низу там где-то маленькая стрелочка. Нет, это нельзя носить. Так, все. Я убираю. Сейчас нарезаю кусочек тортика. Тортика блина вам показываю. И на сегодня будет все. Но все я скажу вам чуть попозже. Хорошо? Давайте. Что, мои дорогие, тортик готов. Наш тортик так называемый. Смотрите, какой он красивый. Ну, он у вас пропитается. Это немножко надо придавить. Слои такие. Вот я на тарелку взяла. Ну, бальзамик быстро сильно растекается. Вот, посмотрите, сколько слоев. Вроде бы, да? Немного, но красиво. Красиво смотрится он. Давайте попробуем. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Смотри, какой кусочек. Ну, чем не тортик, да? Ммм. Так, пробую. Ммм. 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 Что вам сказать? Вот, смотрите, сидела на минала блин порванный. Кусок колбасы доела. Сметанный соус доела. Расту, расту, расту. Очень вкусно. Просто. Быстро. Доступно. И я, как говорят, ревизор рекомендует. Алла Ковальчук рекомендует вам приготовить такие блины. Все. Сегодня почему-то так, знаете, хозяйственная часть, переходящая в блинную, немножко затянулась. Чуть длинненькие у меня, длинненькое видео получилось. Но ничего. Я вас люблю. Если вам что-то не нравится, перематывайте. Начало, смотрите рецепта. И конец, какое блюдо получилось. И все, все будет нормально. Не надо сердиться. Это я говорю тем, кому не очень нравится мое длинное видео. Все, мои дорогие, пока. Люблю вас. До завтра. Завтра мы с вами приготовим или оладушки дрожжевые, или же толстые блины. Посмотрим, что мы там приготовим. Все, мои дорогие, люблю вас. Смотрите мои видео. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова